Девочки, всем доброе утро. Утро в воскресенье. У нас сейчас 10 часов. Ой, 10-8 часов. Викушка сегодня встала без 15.08. Да ладно, так сказать, поспать. Вообще она сегодня прекрасно спала. Я вот когда пришла домой, перед сном она проснулась, покушала. Где-то было уже около 12 часов ночи. Потом она встала в 4 и вот без 15.08 проснулась, покушала и всё. Сейчас будет играться. Ну как играться? Первый такой, после первого ночного сна она особо не играется. Лежит, потягивается на животике, чуть полежит. И всё, уходит на первый дневной сон. Какие у нас сегодня планы? Сегодня по планам у нас мозг перезагрузить. Перезагрузка просто. В планах у нас сегодня, чтобы Кирилл сфотографировал меня и Вику в декорациях, которые Кирилл подготовил к моему дню рождения. С декорациям у нас всё просто. Кирилл у меня всегда спрашивает, что я хочу увидеть. И сразу я ему кидаю референсы. И ссылки на людей, которые это всё делают. Всё очень просто и банально. И я достаюсь всегда довольна. И ему хорошо, думать не надо. И мне хорошо. Я получаю то, что хочу. И сейчас я вам покажу образ, который будет у Викушки, а потом у себя. Я подготовила образ для фотографии Викушки. Это был комплект бантик плюс бодик. И вот на Гольфике мы используем, наверное, уже второй раз эти. А может быть, белые использовали в прошлый раз. Наверное, белые, это два раза молочные. Вот такой вот у неё будет образ. Шарики нам тоже уже привезли. Эти будут под потолок. А эти вот так вот будут стоять. Они будут стоять на полу. А я жду уведомления от Валберс, что можно идти забирать пижаму. Я заказала себе пижаму Акул Вики. Только у меня будет более мелкий сердца. И Кирилл нас пофотографирует. Здорово, здорово, здорово. Вот тут такую себе её взяла. В комплекте тут и брюки, и шорты. Всё, я забрала пижаму. Возвращаюсь домой. Пока Викушка не спит, мы пофотографируемся. Кирилл нас пофоткает. И сегодня мы особо никуда не поедем. Потому что мы сдали машину на ТО. Это займёт полдня. Сказали, где-то к часам 2 можно будет только забрать. Ну и нас позвали друзья погулять вместе. Они ещё к нам в гости потом придут. И сначала придут. А потом пойдём гулять. Не знаю ещё. И что ещё, что ещё. Поэтому мы неудачно и не поедем. Бегу домой фотографироваться. Именинница. Да, это мы. Кому-то 25, кому-то 3 месяца только. Это мы, колосавицы. Всё в шариках. А где цветы? Сейчас принесу. Ну что за красота такая. Такой тортик заказали. Викушка тут лежит с шариком. Красота. Я счастливый человек. Сто процентов. А к нам пришли гости к этой девчульке. Сейчас посмотрим, что нам там Ангелина принесла из подарочков. Да, дочь, пойдём смотреть. Ты сейчас сюда принесу, дочь. Подарочки, подарочки. Это нам подарили на 3 месяца. Это будет распаковочка. Дочь, шарик. Смотри, какой шарик у тебя. Она возьмёт. Держи. Всё, теперь ребёнок с шариком. О, это то, что я говорю, что нам нужно. И потом мы будем вешать в коляску, когда прогулку перейдём. Здорово. Классненько. Так. Носочки. Это вообще просто... Надеюсь, базовые цвета. Это отлично. Это супер. Что это за бусинка такая красивая? А шортики-то какие моднявые. Можно с любым бодиком, с футболочкой. Планировалась, конечно, с футболкой купиться, но я не успела купить. Ничего страшного, скажи. Мы с бодиком. Не по дням, а по тесам. Да. Скажи, мы сегодня такие любвеобильные. В любви, да, дочь? Да, сердечко. Ладно, всё, будем болтать. Спасибо за подарочки. Пожалуйста. Дочь, у тебя подарков вообще дофига. Тебе даже из других городов присылают. Какая сладенькая девочка. Да, ещё такая нарядная. Кто к тебе пришла? Тётя Ангелина? Тётя Ангелина к тебе пришла? Да. Да. Уже болтает с тобой вообще. Да. Опа. Скажи, дай посмотреть, да? Да. Мы уже установили её игрулечку новую, которую нам Ангелина подарила. Да. Тоже универсальная вещь на все крепления. Ну ты пока, она ещё мне даже спать хочет. Сейчас Киева приедет с коляской. Пойдём гулять. Пойдём гулять. Там жарко, интересно, что её одевать. Я думаю, была тоже жарко. Дочь, у тебя тут игрушек? Херово-херово. Да. Улыбка вёрк. Знаешь, как в коврик. Возьмёк. Да. А мы вышли гулять. Взяли, зашли мороженое на развес. Айс Ларта. Сегодня положили Вику в прогулку. Ребята пошли в Буше смотреть себе что-то. Мы пока её ждём. Потом они придут, постоят с Викой. А мы... Ну, я пойду покупать, чтобы Кирилл выберет себе. Ангелина себе какую-то манья вызвала с мачей. Как называется? Мачи-мачи. Попробую. Ангелина попробует вам потом сказать вкусно или нет? Да. Всё, мы вернулись домой. У нас Викушка сегодня так рано, походу, ушла в ночной сно. Сон. Нагулялась. Вот сейчас уже полдевятого. И мы её сейчас разбудим, чтобы она ночью спала. И скупаем обязательно, потому что Кирилл её сам вчера не купал. Ой, ты мой. Боже, ты каким-то... Ну что за милотуся? Сейчас покажу. Сладенькая такая. Сладенькая, сладенькая. Кирилл Александрович ставит эксперимент. Взлетит ли Вика на 10 шарах? Как видите, 6600 не взлетают. Дочь. Мало шариков. Просил вапы больше. А вообще, мы сейчас идём купаться. Набираем в ванну. А вот и купашечки вечерние. Выбит она в этом кругу, конечно, плавать. Булпыхается. И устает. Это очень хорошо, так как быстро наступает после купания. Да, дочь? Да, ночной сон. Всё, мы искупались. И будем ложиться спать. Да, моя красота? Такое уже большое. Не могу. Где-то маленькая креветочка, чтобы было 3 месяца назад, а? Моя девочка. Вот почему все маленькие детки, такие сладенькие, такие щекотенькие, такие сладенькие. Прям зацеловала бы, дочь. Вот зацеловала бы тебя. Ты и так засяду целованная. А я бы тебя вообще не съела бы, тебя. Такую сладенькую. Всем-всем-всем доброе утро. Ура. Мам, я сегодня день рождения. День рождения. Дочь, спасибо, что не в глаз мне. У мамки твоей сегодня день рождения. Доча, и ты мой самый-самый главный подарок. Вот. Я тебя так хотела. Мы с папой тебя так ждали. Так хотели. Ты и нас всё. Всё. Два. Два. Знаете, что, любимая? Ой, сейчас какие-то подарочки будут. Ура. Кирилл пошёл. Девушка, с днём рождения. Ой, спасибо. Ты забыл убрать ценник. Ну что, давайте смотреть, что там. Можно посмотреть кино-камеру? Открывать. Это микрофон. Петличка. Спасибо, зай. Чтобы я могла на улице записывать. Мне было слышно. Ура-ура-ура. Ну, наверное, сразу опробуем. Так, достану и подключусь. Так, давайте проверим микрофон. И заодно я отвечу на вопрос, который задали в комментариях под прошлым влогом. Расскажите, пожалуйста, как вам удаётся сохранить смешанное вскармливание? А, никак. С трёх месяцев Вика полностью на искусственное вскармливание. Смесь, которую мы используем, это смесь Nutrilac. Нам её ещё давали в роддоме. Как определяете объём питания? А с двух месяцев я стала наводить Вики 120 мл. Был момент, скорее всего, это скачок роста, когда она съедала полностью 120 мл и просила даже ещё. В обычный день она съедает за один приём пищи от 90 до 100 мл. А всё, что остаётся у меня там, ну, 40-30 мл, я оставляю ей на засыпание. Потому что в дневные сны ей нужно чуть-чуть покушать, ну, чтобы, видимо, имитация груди. Она съедает, ну, может быть, 10 мл из этой смеси. И всё остальное я выливаю. Не оставляю на следующее кормление. Единственным исключением являются ночные кормления. На ночное кормление я смесь делаю прям с вечера. Ну, перед тем, как лечь спать, это, может быть, 10, 11, 12 часов. И она спокойно в холодильнике стоит. Мне легче погреть микроволновки ночью, нежели наводить один-два раза заново смесь. Ничего не киснет, всё хорошо. Как я храню в холодильнике, пользуюсь табличкой, которая и к грудному молоку используется. По нормам хранения. Там же тоже сколько-то, до нескольких дней, мне кажется, можно хамить грудное молоко в холодильнике. Ну, если найду, табличку скину. И как поступает, если ребёнок не... А, так, и какое время можно выдерживать и докармливать? Анут рассказала, что я сильно долго не выдерживаю. Чисто она покушала, через полтора часа я её укладываю. Она немного доедает, 10 мл буквально. На соску ещё она засыпает. И я выливаю всё, что остаётся. Особенно сейчас с летом, потому что всё-таки жарко, чтобы ничего не скисло. А лежат кайфунь твоём. Вот мой главный подарочек тебе. Это мой главный тебе подарочек. Не правда, это мой подарочек. Да, конечно. Без меня не было бы такого подарка. Это леди-миледи? Встала даже не в 7, а в 6 утра. Доча! Что это такое? Не по графику идём. Счёчки и щёчки. Щёчки, да. Счёчки вообще кайфасные. Мне так нравится вот эта ночнушечка. Майечка её. Такая она сразу леди-миледи. Даже Кирилл оценил. У нас ещё в персиках. Вон, в свете есть такая в розы. И вот белые на векушке. Занеси сейчас нечего. Коночно, коночно. Леди, наша миледи. Кирилл Александрович, у нас сегодня ранняя пташка. Он же раннее бариста. Делает утренний кофе для меня и для себя. Как хорошо, что на улицу не нужно одевать 500 одёжи. Буквально бодик, бодик, штанишки и шапочку. Эту шапочку нам нужно другую забрать. Нервничай, не нервничай. И можно выходить на улицу. Ведь там плюс 25. Плюс 25. Здоровски, да, дочь? Мы вышли на улицу. Сегодня, как я и говорила, уже прекрасная погода. Жарко. Деньше, что ветерочек дует. Но это даже хорошо. Чтобы не было прям совсем пекла. Ликушка у меня уже лежит в прогулочном блоке. Он хоть из 6 месяцев. Но мне кажется, в люльке очень уже жарко. Всё-таки хочется, чтобы ветерочек периодически как-то поддувал. В хорошем смысле, если не продул, а поддувал. Поэтому я её положила уже в прогулочный блок. Люлька у нас ещё пока в машине лежит. Но я думаю, что если погода такая наладится, хорошая, пристыканится, то уже будем только в прогулочном блоке катать. А люльку уже уберём. Какие у нас на сегодня планы? Сегодня у нас понедельник, будний день. Поэтому мой день рождения ничем не отличается от моего обычного декретного буднего дня. Маловечером Кирилл приедет с работы. И мы поедем в ресторан с моими родителями. Праздновать будем тоже в маленьком семейном кругу. Посидим в ресторане, отметим. Вот. Стренинг у нас не просто шикарное. В этом году как никогда много поздравлений. Уже давно не помню, чтобы было настолько много поздравлений. И подарков. Прям я сегодня с самого раннего утра принимаю и подарки, и поздравления. Что безумно приятно. Сейчас мы погуляем и пойдем уже домой обедать. Вот. Ну, у меня безумно хорошее настроение сегодня. Так приятно, что все пишут, поздравляют. И не просто так, знаете, как здоровые, с днём рождения, а прям голосовыми звонят. Более раскрыто поздравляют. В общем, я безумно рада, счастлива. Мне безумно приятно. Гуляли на ночь с япушкой и решили, что надо зайти на мулено. Взяли мячики для мусора. Самые большие, 240 литров. Водичку, стопки для питья. Бальзам. Я вообще пользуюсь РСФ, но не было РСФ. Взяла вот от такого, как бы, бальзам уколаскиваете. Не фокусируется. Две зубы пасты у нас. С пасты, наверное, вообще закончились. Два сыра. Пасты какие-то были. Два лимона. Сыр. Сиртаки для греческого салата. Салата. Стрейки, лососа и птички. Вот, всё. Сейчас посмотрим, насколько это выйдет, всё. Пока у меня Викушек засыпает, я быстро себе сделаю праздничный обед. Овощной салат в сиртаки и рыбка. Так что всем покушаем. Приятного аппетита. Девочки, Кирилл Александрович сегодня приехал пораньше, поэтому мы и пораньше выезжаем в ресторан. Ресторан находится в Кушкине, называется Боно Капоне, итальянский ресторан. Это хорошо, что Кирилл приехал пораньше, потому что вечером большие пробки. Викушкина сейчас уснула. Уснёт. Или уснула уже. Я пересела на переднее сидение. Значит, ещё не уснула, но уснёт. Потому что у меня всё было рассчитано. И мы прекрасно посидим. Потому что у меня есть, что она будет спать. Ну, я считаю, что сейчас уснёт. В какой-то промежуток времени она точно будет спать. Вот. Так что беру вас с собой. Девчулька наша закапризничала. Я пересела назад. Смотрите, какая у нас шапка. Шапка молочника. Весёлый молочник. Зато какой красивый комплект. Это из H&M. Красота. Дочь, ты прям красотка. Кирилл Александрович мне посвящает песню. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения тебя, Маруся наша! Любимая. Да всё. Я больше не готов петь. Я сказала, что ты скажешь любимая. Я сказала, что любимая моя. Мальчики идут с цветоводьками. Наверное, для меня. Да, только уснула. Прям совсем недавно. Покушала и уснула. А мы уже приехали в ресторан. Сейчас пойдём. И вот цветочки мне подарили. Отец-герой. Везде сам. Пойдёмте. Закрылась. Проходите. Пока все изучают меню, покажем интерьер. Это получается, как терраса с видом. Здесь ещё будет летняя терраса. А там ресторан. У нас посадили туда, где удобно будет с коляской, чтобы мякушку подкачивать, потому что она только-только уснула. Я уже заказала себе апироль. И ещё думаю, что для нерождения можно гулять. Нам всем принесли напитки. У меня апироль. У Вани какой-то лимонад. У папы пиво. Какой-то бокал. У мамы белое вино. А у Кирилла лимонад домашний. И вот ещё принесли паштет из кролика. Подача была красивая, но девушка рано открыла. Так открываешь, и тут жидкий азот называется. Дым такой шёл. Так что сейчас будем пробовать и ждём пиццы наши. Ну и вообще всё остальное. Ура! С днём рождения! Большой и сильный? Принесли салат. Баклажаны со строчетелой. А у мамы такой же салат, только она попросила ещё клетки. Принесли пиццу. Это сырная пицца. А это просчута. Ещё наша девочка проснулась. Проспала полчаса. Всё. И гуляет с нами. Папа заказал себе теряющие щёчки. Теряющие. А у Вани какая-то паста в море-монтик, что ли. Сливочная паста. Кушаем один, Кирилл ещё пока без еды. Пицца? Ну кушай. Мама, салат очень вкусный салат. Девочки, мне не заснять. Но так, прохожу. У Кирилла. Рыбный какой-то суп. И брускета с сыром. Давай я с ним не сижу. Я его поешь. Так, нам пришлось воспользоваться комнатной матери и ребёнка. Поэтому я вам сейчас её покажу. Вот умывальник. Вот для ребёнка. Зеркало. И здесь отпеленальный столик. Здесь есть пелёночки, салфетки. Влажные салфетки такие. Но у меня всё с собой было. Всё в моём рюкзачке. Вот так вот это выглядит. Очень симпатичненько. И очень актуально для меня сейчас. Потому что, ну, идти в заведение, где нет комнатной матери и ребёнка, сейчас уже не очень удобно. Поэтому ресторану привоза это. Да, котик? Бармотик. Так, принесли горячую пасту. У меня паста в Балан... Лазанья. Да, тут ножка одной моей мальмазелены. А у Кирилла какая-то паста с креветками, кальмаром, морепродуктами. Всё, рягушка уезжает. Пошла гулять с Ванькой. Пока мы кушаем. Но папина дочь со мной кричит, а с папой вон ходят спокойненько. И вот в качестве комплимента и поздравления с Днём Рожжей принесли им чизкейк. Отдохнула домой. Домой? Патегусы, потегусы, наша Викушка растушит. Доброе утро, моя конфетка. Патегусы, моя сладенькая. Не могу дать. Ты какая-то сладуся. Девочки, всем доброе утро. У нас сегодня четверг. И сегодня... Сегодня будет насыщенный день. Мы сегодня с Викушкой едем к неврологу. У нас запись на час дня. Потом мы возвращаемся домой. У Викушки начался массаж. Курс массажа 10 процедур. Вчера сделали первый раз. Девочки, после массажа ребёнок спал дома 2,5 часа. 2,5. Вообще, я уже не помню, когда она в последний раз так хорошо дома спала. Но плакала она, конечно, вчера знатно. Знаете, на каких моментах она плакала? Когда ей делали ручки. Да, вообще, просто руки полностью массировали. И спину. Вот она просто орала. Знаете, в какой-то момент я аж сама заплакала. И хотела уже сказать, типа, всё, хватит. Не надо трогать моего ребёнка. Хотела её забрать. Но потому что она очень сильно орала. Я непривыкшая, как мне массажистка сказала. Она говорит, вы, наверное, просто не привыкли, что дети так плачут. Но этот, типа, она сказала, что дети ещё не орали. Я говорю, в смысле? Поэтому не знаю, как там орут другие детки. Если Вика так не орала, а плакала довольно-таки сильно. Ну, что моё материнское сердце вообще не выдерживало. Но ничего, потом всё хорошо было. По крайней мере, не с такой интенсивностью ора. Она плакала, да, но не так сильно. Сегодня у неё будет второй массаж. Чувствует она себя прекрасно. Мы ещё вечером специально сходили в такую ванну. Погорячее. Ну, не то, что погорячее. Но она потеплее была, чтобы мышцы расслабить. И она вообще прекрасненько спала ночью. Сегодня мы идём сначала к неврологу. Потом у нас массаж. Вообще, ещё сегодня мы должны были пойти в бассейн на первое занятие. Но я решила всё-таки отменить занятие. Потому что это очень много на один день всего понабрать. И как и мне тяжело, так я думала, что и векушке будет тяжело. Поэтому бассейн начнём ходить в следующей неделе, когда у нас закончится курс массажа. Массаж у нас будет курсом в 10 процедур. А там посмотрим. Ещё вчера мы были у педиатра. Векушка сейчас весит в 3 месяца 6 килограмм 775 грамм вроде бы. Я подпишу. Слочек, ты уже спать хочешь? В общем, набрала она за месяц 700 грамм и выросла на 3 сантиметра. Рост веки сейчас 65 сантиметров. Всё у неё хорошо. В начале июня мы придём на прививку. Плюс, возможно, ещё к этому моменту появится рототек или ротовей от ортовирусной инфекции прививка уже в поликлинике. И тогда мне нужно будет её делать платно. В общем, перед тем, как мы пойдём на прививку, можно написать медсестре. Она узнает, есть ли сейчас какая-то из вакцин на ротовирус. И вечером, вечером, сегодня мы идём с подружкой на концерт Димочки Билана. Я подарила Ангелине билеты на Диму Билана. Ну, собственно, она пойдёт и я пойду. Мы уже в прошлом году, что ли, ходили. Это мы ходили в феврале, наверное, прошлого года. Нам очень понравилось. Прям, знаете, не попеть, а прям поорать. В этот раз я ещё места взяла, чтобы перед нами никого не было. Чтобы, так как у нас в прошлом году была ситуация, что мужчина был очень нервный. И его прям раздражало, если ему казалось, что ноги близко. Ну, он прям вообще был агрессивный. Очень будь здоровая дочь. И поэтому в этот раз я взяла, чтобы не было никаких недопониманий, я взяла места, которые вот самые передние. На балконе вроде бы. Ну, в общем, я вам покажу. Я же вас с собой возьму, конечно же. Вот. Так что вечером мы идём на Диму Билана. А Кирилл будет с Викушкой или гулять, или он пойдёт в гости к своим родным. Ну, или что-нибудь придумает. В общем, Вика вечером на Кирилле. Боже, какой у меня замечательный муж. Я не могу перестать это говорить. Потому что, ну, вот, не каждый, не каждый папа будет сидеть так много с ребёнком. Что я очень ценю. Вот. Сейчас я разбираю вещи с сушки. Я уже давно вещи, Вики, на ней глажу. Вот как у меня пупочек зажил. Ну, где-то, наверное, с месяца я перестала гладить её вещи. Не вижу в этом особого смысла. Я глажу их только, если вот для фотографии, или мы куда-то выходим в гости. Тогда да. А домашние вещи я не глажу. Так что я их сейчас просто буду сортировать. Штанишки, бодики и кофточки. Ещё вот маечки. Вот эти, конечно, маечки для сна, которые я их копила, они просто замечательные. Даже Кирилл оценил, он говорит, прям, леди-ми-леди. Очень женственно сказать. У нас такой наборчик из трёх маечек. Это H&M. Покупала у Байера. Вот. И ещё, кстати, вот эти бодики мне очень нравятся. Это фирма ГАЦ. Они, может быть, да, видно, что они вот в такую дырочку. И получается, что у нас сейчас жара идёт 27 градусов. 26-23. За счёт того, что они вот в такую сеточку, малышке не так жарко. Вообще интересно, 27 градусов. Уже можно одеть ребёнка, например, без штанишек? А просто бодик? Не знаю. Я бы одела, но бывает, что 27 градусов, но есть ветер. В общем, не знаю. Ещё, знаете, у меня такая идея есть. Уже давно хочу снять видео. Что нам пригодилось из наших покупок, которые я покупала к рождению векушки. Потому что это, мне кажется, очень полезное видео. Потому что таких мамочек беременных, как я, которые скупают абсолютно всё. Всё самое дорогое, всё самое новое. Очень много. Поэтому хочу попробовать заснять видео на выходных, что нам пригодилось. И чтобы я советовала купить, а что нет. На что можно потратиться, а на что не стоит тратиться. Вот такие вот делишки. Вы только посмотрите, какая это леди деловая. Дочь, ты такая деловая мадмуазель. Да? Да. Тут у неё игрушки. Образовался склад. Надо уже покупать какой-то органайзер для них. Я поставила векушке её подарок. И она его начала использовать. Тянется к игрушкам. Хватает, тянет. Так что ей прям зашло. Что я готовлю к приходу массажиста? Два слоя, получается, пледа. Даже три получаются пополам. И ещё один муслиновый. Дальше сверху идёт пелёночка, потому что промокает во время массажа игрушки. Чтобы её хоть как-то отвлечь, чтобы она, может быть, не так плакала. И вот детский крем. Это массажист сама принесла, оставила. Вот как-то так. И стол вот мы разобрали, чтобы ей было где делать. Массаж и плюс гимнастика, получается, длится 45 минут. 45-50 минут. По стоимости за один сеанс 1200 рублей. Массаж делается каждый день на протяжении 10 дней. Общую стоимостью 12 тысяч рублей. Вот. Нашла я девушку на Авито. Думаю, что мы сделаем курс массажа в 3, в 6, в 9 и 12 месяцев. Вообще, видела видео, что педиатры все говорят, что пока ребёнок не созреет головой, что ему нужно делать, типа как перевернуть своё тело, то, что нужно привести массу на другую сторону и завалиться. Ребёнок не перевернётся. Ну, не знаю. Мне кажется, массаж... Плохим делом массаж не назовут. В любом случае, мышцы проработают, снимут тонус. И пойдёт на пользу. Она так окрепнет немножечко. Посмотрим, как будет. Пока я очень хочу сделать вот в эти месяца точно. А там как пойдёт. Что Вика умеет у нас в 3 месяца из таких вот именно физических действий, да, наверное. Она заваливается на один бок. Вот прям вот так головой. Ещё чуть-чуть, и она перевернётся. Но пока только на левую сторону. И даже вчера, когда массажист с ней делала перевороты, на левую сторону она намного лучше переворачивалась. Сама и ручку вытаскивала. Чем направо? Ты подавился? Чем направо? Вот. Потом что ещё? Она вот начала в этот пресс качать, как присаживается. И ножки держит на весу. Не поджимает, а именно держит. Что ещё? Головку хорошо держит. Вообще очень хорошо держит. Я очень переживала, чтобы ребёночек держал головку. Но он как некий делал говорит, ты ненормальная мамаша. Говорит, ты видела детей, которые не держат головку? Нет. Ну, в общем, всё хорошо. Головку она начала держать с двух месяцев. Так, чтобы можно было уже не поддерживать. Вот. Вот такие вот делишки. Сейчас я всё бельё распределю. И пойду её укладывать на первый дневной сон. Сегодня так по времени непонятно получается. У нас невролог в час. А в час Вика уходит на дневной долгий сон. Надо как-то так распределить, чтобы может мы пойдём на коляске, в поликлинику, чтобы она поспала. И как раз проснулась. Мы сходили к неврологу и пошли домой. Потом уже массажист придёт. Ладно, посмотрим, как будет. Пока буду бельё сортировать. Девочки, опять забыла. Хотела вам рассказать, что у Викушки очень сухая кожа на ножках. Она прям стала шелушиться. И педиатр, который с кем у меня куплен чат в Телеграме, она выставила целую табличку по всяким кремам, бальзамам, мазям для увлажнения кожи малышей. Я вам её вставлю. Может быть, кому-то пригодится. Я для нас выбрала вот такой вот крем от Биодермы. Покупала именно в аптеке. Не хочу покупать на маркетплейсах, чтобы был всё-таки оригинал. Это бальзам интенсив. Вот попробую им увлажнять Викушкину кожу, потому что на ножках прям очень сухая кожа. Вот. И, может быть, вам кому-то пригодится эта табличка. Обязательно её вставлю. И ещё не показала вам. Забыла совсем показать, что моя мама подарила Викушке на 3 месяца. Сейчас покажу. А вот у меня прям рядышком. Первое. Это был вот такой вот бодик или песочник. Не знаю, как называется. Такой миленький, да? Что-то в нём есть. Дальше. Она ещё заказала комплект из H&M. Я его просто ещё не забрала, так как жду побольше, чтобы там скопилось всяких товаров, одежды. И тогда уже закажу доставку. Я уже покупаю Викушке потихонечку 74 размер, так как у нас 68 уже много. А Мазажитка сказала, что после массажа, скорее всего, мы сменим ещё один размер. Я такая, что? Мы только сменили. Прям вот только-только. Вот такие вот носочки. Мне кажется, так не видно. Сейчас по-другому засниму. Вот такие мимишные носочки. Самые мои любимые. Это вот эти. С такими рюшечками. Они очень тоненькие, как раз на лето. Ещё они вот с таким вот бантиком. А эти самые простые, самые универсальные носочки. Это не здорово, что они очень тоненькие. На лето самое то. Всё, время у нас 9 утра. И мы идём ложиться, укладываться на первый дневной сон. Он у меня будет недолгий. Я думаю, что максимум минут 40. Вы только посмотрите, какой у нас получился красивый образ. Прям зефирка. Отправляемся гулять. Вышли мы на улицу. У нас хоть и тепло, плюс 23 сейчас, но есть ветерочек, поэтому я векушку прикрываю такими муслиновыми плёночками. Они в два слоя тут сложены, или даже в три. В общем, неважно. Кладу их, чтобы было помягче именно на облог. И ещё одной укрываю. И всё, спит моя бусинка. Вообще, с этими всеми врачами, массажами, в бассейн мы ещё хотим пойти. У меня в голове одна сплошная математика. Во сколько мне нужно уложить Вику, чтобы она успела пободрствовать, потом уснула. Но когда нужно, она была в прекрасном настроении. Просто в голове начинаются расчёты, пересчёты. Во сколько она встанет, во сколько уснёт. В общем, кошмар. Сейчас уже, не знаю, вернёмся ли мы до врача домой или нет. Я всё взяла с собой в рюкзаке. Всё, что нужно для врача, к врачу идя. И сейчас, я думаю, что мы прогуляемся до МФЦ. Я хочу взять заявление, бланк для заявления на загранпаспорт. Векушки хотим сделать. У нас запись на подачу документов в эту субботу. И по-хорошему, её бы сегодня ещё сходить сфотографировать вечером, когда Кирилл будет. Потому что мне одной туда не спутиться, в это фотоателье, так как она находится, получается, ну, как в подвале. Вот. Не знаю, пойдём, не пойдём. Собирались вчера. Ну, вчера мы не пошли. Мы вообще вечером не пошли гулять, потому что Вика долго спала у нас после массажа. Ну, вот, может быть, сегодня сходим. Посмотрим. Ну, или крайний день. Завтра ещё можно сделать фотографию, потому что суббота уже нужно, чтобы всё готово было. Вот. Ой. Одной рукой, одной рукой. Ну, и сейчас, по-хорошему, я хотела бы, чтобы она поспала часик. Мы вернулись домой, я её переодела, всё её поменяла, она покушала, и в прекрасном настроении мы бы поехали к врачу. И потом она, когда мы поедем обратно от врача, она поспала, и во время больничества не прошёл массажист. Ну, посмотрим, как будет. Все эти расчёты не всегда точны у меня. Вот так вот выглядит заявление на двух сторонах. Все, эта девочка стала просыпаться и на улице. Вот мы гуляем 40 минут, чисто дошли до МФЦ и обратно, и она проснулась, стала плакать. Вот сейчас мы уже покормимся, и домой возвращаться не будем. Поедем сразу к неврологу на приём. Все, мы уже сходили к неврологу. Все хорошо. Лягушке поставили пять с плюсом, как сказал врач, по развитию. Все у неё хорошо, замечательно. В следующий раз на приём в полгода. У них там свой какой-то график посещений. и пойдём записывать. И вот сказали в полгода в следующий раз записываться к ней. Мы уже опять, мы опять гуляем, уже теперь во второлюльке. Некая, конечно, удобная вещь. И сейчас, я думаю, что Вика проспит тоже минут сорок. И как раз я попросила прийти массажиста в пол третьего, чтобы всё было по времени. Потому что в голове действительно математика такая, что, во сколько, куда, зачем. С ума можно сойти. Надеюсь, что я всё правильно рассчитала. С врачом всё было хорошо. Вика проснулась тогда, когда нужно, ну, практически. Хорошо, что я с собой всё взяла в рюкзаке сразу, что не нужно было домой возвращаться. Мы ещё на площадке встретили девочку, с ней поговорили. Поговорили. И вот как раз пока дошли до машины, пока доехала, уже на приём нужно было идти. Маменькая, девочка, Киня, девочка, когда я пила, губ. Ой, девочки, конечно, весь этот массаж для деток, это просто испытание нерв для мам, потому что Вика так плачет. Но сегодня как будто бы она чуть-чуть поменьше плакала, и даже, даже, когда ей делали ножки на животике она была, она вообще не плакала, вообще молодец. Но вот когда ей делать ручки, плечи, это просто вообще ор такой, что я готова плакать вместе с ней. Но сегодня, сегодня я уже сдержалась, всё было хорошо, намного лучше она принесла сегодня массаж, нежели вчера. Может быть, завтра уже будет ещё лучше, я надеюсь на это. И она, конечно, так выматывается на этом массаже, что очень хорошо спит после него. Так, сейчас она уже спит. что ещё, я пойду обедать, жду, пока рыба запечётся. Ко мне тут приезжал курьер, привёз доставку, сейчас покажу, что, ну, это даже не мне, а покажу. в посылке, которую привёз курьер, было две футболки Тонихилл Фиггер, это футболки Пола. Одну подарю я дату в качестве части подарка, на день рождения другой подарит мама ему. Вот, не очень интересно, но показываю, что привезли. А на обед я себе запекла рыбу, стейк и овощной салат сиртаки. Так что, всем так уж приятного аппетита. Всё, я собралась, Кирилл приехал с работы и мы сейчас заедем за Ангелиной и он отвезёт нас на концерт, а сам пойдёт или с мамушкой гулять, или вот к родным гостям пойдёт, они живут рядышком. Сначала первым делом за Ангелиной. Кстати, после второго массажа Викушка проспала просто дома на часа три где-то. Даже вчера она проспала два с половиной часа. Да, и сейчас водорствует. Это очень хорошо, чтобы она спала, когда Кирилл нас привезёт. Мы едем за Ангелиной. Зай, вот вот остановка стоит. Курасотка. Всё, мы приехали в Ледовый дворец и идём на наши места. У нас... Нет, нам дальше. А вот следующий. Сидём на наши места. не замечательно. Отлично. Просто класс. И очень рад, что перед нами никого нет. Можно и ножки вытянуть и всё на свете. Ну, зал не могу сказать, что очень наполнен, да. Есть свободные места. Включай свет! Свет в зале будет рот! Ещё, ещё, еще! Ещё! Никогда не отпускайте руки, чтоб... Сердце пылает, горит для тебя, да просто сгорает. У меня, у меня кровь закипает, и у меня меня закипает, измечаешься. Для тебя да просто сгорает у меня, у меня кровь закипает, мы видят тебя, я задыхаюсь, у меня, у меня сердце пылает, горит для тебя, да просто сгорает у меня, у меня кровь закипает, и видит тебя, я задыхаюсь, у-у-у-у-у! Поздравляю. Поздравляю. Хотел сказать никогда не делаю. Ооооо! Приготовайтесь! Откашляйтесь, сейчас я буду пить. Я так люблю тебя, я так хочу тебя, как воздух и вода, ты мне одноножна всегда, поверь мои слова, я все тебе дам! Все встали, танцуют! Мы тоже встали! Ну что, про белые розы, странные танцы, обязательно, конечно же! Покажите мне, когда мы пройдем, если же пройдем или нет, в обратную сторону, с удовольствием еще... Когда смотрю в твои глаза, я понимаю, когда смотрю в твои глаза, Я понимаю, что я для себя не гости все равно, точно знаю! Я посмотрю! Угу! Субтитры делал DimaTorzok Атмосфера просто очень крутая, очень классный концерт